Этот номер аварийной службы жильцы Лесной 9 знают наизусть. Каждый день им приходится вызывать специалистов, но и они не всегда могут привести этот лифт в рабочее состояние. Здравствуйте. Как вы проехались на этом месте? Ой, пока еще вроде бы удачно проехала, но потом на обратном пути будут возвращаться, может лифт не работать. Иной раз даже вот, например, подошла, лифт работает, вышла, мусор отнесла, возвращаюсь, лифт не работает. Поднимаюсь на четвертый этаж пешком, иду на четвертый этаж, поднимаюсь, вызываю, заработал. За один день поломку ремонтируют несколько раз, а причина одна – возраст. Средняя продолжительность работоспособности лифта – 25 лет. В этом десятиэтажном доме семь грузоподъемников, три из которых уже ослужили свое. Пожилые люди поднимаются пешком на высокие этажи, в неисправном состоянии, ездят, страшно садятся в лифт, весь трясется. Вышли из строя лифты – это второй, третий и четвертый подъезд. Желательно бы хотелось, чтобы их заменили. Поднимаемся в машинное помещение, что над шахтой лифта. Здесь регулируется работа электрооборудования. Шкаф управления, комок красноцветных проводов, лебедка, трансформатор – этим устройствам люди доверяют своей жизни. Алексей Невкин успокаивает. Использовать лифт, которому за 20 лет, безопасно. А неудобства ощущают как жители, так и механики. Часто приходится ходить пешком. И мы сюда чаще ездим. На старые лифты вызовы происходят как минимум в 2-3 раза чаще, чем на новые. Вот так вот, в зависимости опять же от срока его эксплуатации. Ремонтировать нерентабельно. Нужно оборудование менять. Пришли к выводу в Республиканском фонде капитального ремонта. За три года обновили 103 лифта. В течение этого года еще 254 высокотехнологичного подъемника найдут работу в многоквартирных домах Саранска и Рузаевки. Ремонт машинных отделений. Это замена кабин. Это ремонт самих шахт. Замена направляющих, двигателей, всего электричества и так далее. Вот весь этот комплекс мероприятий позволяет до 30% экономить электроэнергию. Кабины станут легче, но грузоподъемность увеличится. Специализированная система контроля дверей – уют и удобство и для маломобильных групп населения. Все эти атрибуты будут присутствовать в обязательном порядке. Зеркала, полочни, оповещение звуковое, ну и прочие приятные вещи, которые создают дополнительный комфорт. Закупка, установка и обслуживание нового оборудования оценивается в круглую сумму. Порядка 610 миллионов рублей. Все за счет капитального ремонта. Лифты устанавливаются сегодня, а оплачивать мы их будем до 31 декабря 2022 года. В случае, если будет положительная динамика по взысканию задолженности из-за взноса, значит, у рекоператора есть возможность досрочно погасить задолженность перед поставщиком этого оборудования. Несмотря на то, что проблема высокого износа лифтового оборудования существует во всей стране, только 23 региона из 85 предпринимают шаги для решения этого вопроса. Такой инвестиционный проект в России реализуется впервые. Республиканский фонд капитального ремонта разработал программу таким образом, чтобы не взваливать груз кредитной ответственности ни на граждан, ни на республиканский бюджет. При этом проект не помешает другим видам работ. Ремонт кровли, фасады, инженерных систем не менее востребованы жителями. Марина Солонина, Владимир Натькин. Народные новости.